В последнее время я говорил о промышленных химических веществах, обладающих канцерогенным действием. ДДТ, полихлорированные бифенилы, диоксины, накапливающихся в пищевой цепочке. Грудное молоко вегетарианцев может содержать всего 1-2% этих токсинов. Как показывают опросы в супермаркетах, употребление в пищу рыбы – самый худший вариант, а веганское питание – самое безопасное. Фастфуд в США – это целая смесь токсинов. Биг Мак, курица с сыром, жареная курица, кентукки, хагендац. Продемонстрировано, что концентрация токсинов намного превышает допустимые уровни, потому что эти промышленные канцерогены накапливаются в животном жире. Еще хуже дела обстоят в Макдональдсе-пицца-хат, но выше того уровень токсинов, которым вы кормите своих детей вместе с курятиной. К счастью, концентрация этих токсинов постепенно снижается. Оранжевый агент был запрещен в 1970-м, ДДТ запрещен в 1972-м, тетраэтилсвинец в 1973-м, полихлорированные дифенилы в 1979-м году. И мы наблюдаем, что их ежедневное поступление в организм людей по всему миру снижается. Особенно у тех, кто родился позже, потому что эти яды не плавали рядом с ними в околоплодных водах и не поступали с грудным молоком. Но в то время, когда выделение одних промышленных токсинов снижается, ученые заметили экспоненциальный рост уровня эфиров полибромированных дифенилов в грудном молоке. Эти химикаты, похожие на полихлорированные дифенилы, применяются в качестве огнезащитного вещества в компьютерах, матрасах, шторах, ковровых покрытиях и плюшевых мишках. То есть повсюду. Обратите внимание, что к 1996 году в Швеции их уровень был до 4, к тому же году в США до 40, а спустя 10 лет до 400. У кормящих женщин в США в грудном молоке гораздо больше антиперенов, чем у любых других женщин, буквально на порядке. Но кого это волнует? Быть может, наши дети просто станут от этого более огнеупорными? Конечно, нет. Эти химические вещества, вероятно, являются канцерогенами. Токсичны для эндокринной нервной системы, замедляют развитие. Так откуда же американцы получают так много? До сих пор мы не знали ответа. Антиперены находятся в пище. Но где молочные продукты, говядина, бекон, рыба и снова курятина настолько загрязнена, что портит весь график? Это также и куриный жир. А как насчет тех, кто не ест продукты животного происхождения? Подобно как в предыдущих отчетах, были сделаны выводы о низком уровне диоксинов у веганов. Веганы также имеют и более низкий уровень эфиров полибромированных дифенилов. И чем дольше вы веган, тем меньше уровень этих ядов в вашем организме. И наш организм может от них очиститься. Правда, это займет около 20 лет. И по-прежнему грудное вскармливание – лучший выбор, даже если в молоке также содержатся эти токсины. Но молоко веганов – еще лучше. Мне поручено сказать, что если когда-либо употребление мяса и было безопасным, то не в наши дни.